Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записываю нестандартный для себя видосик. Попробую вам рассказать и предугадать, что же нас ждет на ближайших майских праздниках. Это чисто субъективно мое личное мнение. И что будет на данных скидочках, пока еще никто не знает, кроме модерации. Может даже и модерации игры не знают, может только администрация знает. Ну в общем, что я для себя решил вообще и что я думаю, что будет на этих скидочках. Сегодня все это вы сможете узнать. Конечно же я буду немного опираться на все праздники, которые проходили у нас в этом году. Что разработчикам нашей игры стало более интересней проводить в нашей игрулечке. А также немножко предугадываю, наверное. Так, в прошлом году у нас, если кто играл и кто знает, то у нас было очень много повышенных фондов. Они начинались с 1.25 до x2 фондов. Ну как бы так, все эти были сначала 1.25, 1.50, 1.75 и потом только были двойные фонды. Все это длилось очень долгое время. В течение, если я не ошибаюсь, где-то 9 дней. В принципе, я бы сказал, что это был неплохой ивент для прошлого года. Ну а что же будет в этом году? Я думаю, как всегда, у нас будут повышенные фонды. Безусловно, без них не может не обойтись ни один праздник. Но, как уже полюбили все разработчики, да и, возможно, некоторые игроки, фонды будут повышены, как я думаю, только вне про-битвах, чтобы игроки не теряли интерес, в принципе, играть с нарочкой. И при этом, я думаю, это сбавит шансы игроков получить как можно больше кристаллов с этого праздника. Также, я думаю, что эти двойные фонды продлятся как минимум в выходные, а как максимум с первого по пятое число, я так думаю. Как оно все будет на самом деле, мы узнаем совсем скоро. Но это лишь, повторюсь, мои догадочки и ничего более. Такую вот каточку я сегодня катаю, но, в принципе, не будем говорить обои, а продолжим о наших майских праздниках. Что же будет со скидочками? Безусловно, будут скидки на магазин. Скорее всего, они будут 50% на почти все предметы, как всегда они любят и делать, наши разработчики. Безусловно, не будет скидки на тот же один день премиум аккаунта. Это никогда не делается. Также не сделают скидку на лицензию на клан. Ну и, в принципе, на что еще любят не делать? На небольшое количество золотых ящиков. Я не помню, на сколько они не делали, с какого они начинали момента. Также, наверное, не будет скидки на комплектики. Ну, конечно же, скидки будут в гараже. Я буду надеяться для себя, что скидки у нас будет 50%, а самое главное для меня, чтобы 50% было как раз-таки на устройство. Скидки на устройство у нас не было уже давным-давно, и поэтому, я думаю, настал тот момент самый, когда эти скидки уже должны быть. Устройство, ушки, корпуса, модули. Все это должно быть по 50%. Если же будет меньше, ну, в принципе, не так все критично, не так все плохо, но все-таки праздник масштабный, и, я думаю, 50% спокойно могут сделать, без проблем. Так, что же у нас еще будет? Безусловно, будут спецпредложения. Я уже ставлю последний мячик, еще покатаем, чуть-чуть пообсуждаем. В принципе, я еще не все рассказал, что я хотел. Безусловно, будут спецпредложения. Также, я думаю, что будет большое спецпредложение, и будет маленькое. Большое у нас будет, скорее всего, за полторы тысячи рублей. В него будет входить какая-нибудь новая анимированная краска и небольшие плюшечки такие в виде контейнеров и кристалликов. Возможно, может еще к этому всему прикрепят и премиум аккаунт на несколько дней. Ну, это уже, не знаю, будет-не будет. Ну, и также будет какое-нибудь спецпредложение. Я думаю, за каких-нибудь 300 рубчиков. Для тех, кто хочет немножко подфармить, сделают точно. Про спецпредложения я рассказал, про скидки в гараже, тоже про скидки в магазине. Конечно, будет праздничное оформление. Про это я не сказал. Возможно, изменят билборды. Нет, даже билборды точно изменят. А, возможно, анимация флагов изменится. Ну, а также, я забыл сказать про что. О, так, про золотые ящики. Почти каждый год золотые ящики делают какими-то уникальными на майские праздники. Если я не ошибаюсь, то три года назад были по три тысячи золотые ящики. Такие вот красивенькие у нас падали. Я их тоже очень много поймал. При этом тогда в игре были двойные фонды. Везде, на всех картах, во всех режимах. Не было никаких разделений между НИПРО и ПРО битвами. Ну, а сейчас в последнее время, повторюсь, игроки... Ой, какие игроки? Ну, игроки тоже, в принципе, уже полюбили многие. Многим, конечно, это не нравится. То, что двойные фонды теперь у нас проходят все в ТОЛЬКО НИПРО битвах. Ну, что поделать? Все-таки двойные фонды, они на то и двойные. Они дают шанс подзаработать кристалликов. И, в принципе, все, ребят. Вот что я думаю, что нас будет ожидать на майских праздниках. Если понравился данный видосик, то обязательно поставь палец вверх. Подпишись на канал, если еще не подписан. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Всем пока.